Минифутбольный сезон Любители минифутбола, в том числе и наша редакция, ликуют. Стартовал 27-й чемпионат страны. Нынешний сезон будет насыщенным, в том числе и на международные матчи. В конце сентября белорусы поспорят с командой Чехии за право сыграть на чемпионате Европы. Также в календаре матча отбора на мировое первенство. На внутренней арене нас ожидает нешуточная борьба за медали. В межсезонье многие команды укрепились легионерами, в основном из Украины. Что, несомненно, поднимет уровень чемпионата. А значит, скучать не придется. Первый матч в новом сезоне Гомельский ВРЗ проводил на своем поле. В сопернике в первом туре жребий определил Борисов 900. Во время этой игры на трибунах мы заметили главкома белорусской чугунки Александра Даниленко. Железнодорожники накануне вернулись из Лиды, где играли с чемпионом Лидсельмашем. К сожалению, первыми очками разжиться не удалось. Поражение со счетом 1-4. Александр Даниленко поделился впечатлениями о первой игре своих подопечных. Игра была до ошибки. Мы свои не реализовали моменты в первом тайме. Они забили немножко с помощью удачи, но тем не менее забили. Но от этого начали уже играть по счету. Тем более не до конца надежно отыграли первый тайм, когда за 30 секунд пропустили второй. В принципе, по движению, по состоянию мы не проиграли. Имеются другие ряд проблем, причин. То есть это та же несыгранность. Пока еще идет процесс вливания, процесс притирки. В РЗ и Борисов 900 начали осторожно с оглядкой на собственные ворота. Неудивительно, по сравнению с минувшим сезоном, команды серьезно обновили составы, а потому были мало знакомы друг с другом. Активный прессинг начинали на своей половине поля, а первые по-настоящему опасные моменты зрители увидели только к середине первого тайма. Осторожная игра принесла успех гостям. На 12-й минуте отличился Иван Дедовец. Забитый гол оживил игру. Вагоностроители, в планы которых явно не входило проигрывать на своем поле, начали прижимать соперника к его воротам. Игра диктовала. Когда счет 0-0, понятно, что мы присматривались к команде. Во-первых, у нас обновилась команда очень сильно, у противника обновилась команда очень сильно. Поэтому присматривались друг к другу. Когда пропустили, уже чего было присматриваться. После перерыва вагоностроители заиграли еще активнее. Прессинг хозяева начинали практически у самых ворот соперника. Моментов создавали много, однако на завершающем этапе мяч упрямо не летел в сетку. Нужно отдать должное и Борисову 900. Гости в обороне играли самоотверженно и максимально внимательно. За несколько минут до финального свистка тренерский штаб ВРЗ выпустил на поле пятого полевого игрока. Однако это не помогло. Поражение со счетом 0-1. По игре вагоностроители могли рассчитывать как минимум на ничью. В нацеленности на чужие ворота и желании забить им было не отказать. Однако в этот день футбольная фортуна была на стороне Борисова. Мы сегодня играли больше вторым номером. Но выстояли. Есть момент, забили. Были там еще у нас моменты, были в наши ворота моменты. Такая интересная игра. Сегодня ветрость даже выглядел чуть предпочтительней. Но я же еще раз говорю, что мне сегодня понравилось. И до конца бились, и проявили хороший характер. Именно характер такой бойцовский. Ложились под мяч. Были, конечно, ошибки, но без ошибок не бывает. В стартовом туре из представителей Гомельской области очки набрал только новичок. Агрокомбинат «Южный» обыграл Неман из Березовки 4-3. Светлогорский ЦКК уступил Витебскому Витену 2-4. Далее о событиях в футболе большом. В высшей лиге национального чемпионата сыгран 18-й тур. Мозриская славя после четырех поражений подряд порадовала своих болельщиков победой. На домашней арене со счетом 2-0 обыгран Микошевичский гранит. Футбольный клуб Гомель перед стартом 18-го тура не знал побед уже на протяжении семи игр. Прервать эту безрадостную серию зелено-белые попытались дома в игре против жодинского торпеда «Белаз». Перед матчем с торпеда Гомель недосчитался нескольких ключевых игроков. Из-за травмы второй матч подряд не выходит на поле Александр Янченко. Также в лазарете защитники Евгений Фомин и Павел Людько. Из-за болезни на скамье запасных остался Александр Данилов. До перерыва у команд моментов было не очень много. Правда, жодинские футболисты использовали свой минимум более эффективно. Уже на 14-й минуте отличился Максим Скавыш. Во втором тайме у зелено-белых было несколько неплохих возможностей сравнять счет. Правда, защита жодинцев была на высоте. Под занавес матча вопросы о победителе снял Вячеслав Глеб. 2-0 в пользу торпеда. В турнирной таблице Гомель остался на 12-м месте. На отрыв от 13-й строчки всего 2 балла. А вот Славия благодаря победе над «Гранитом» поднялась на 10-ю строку. Гомельские спортсмены вернулись с наградами чемпионов Кубка мира по пауэрлифтингу, который состоялся недавно в Курске. 28-летний Виктор Коновалов одержал победу в категории до 100 килограммов. И вместе с медалью удостоился титула мастер спорта международного класса. В то время как Станиславу Чеху не было равных в жиме штанги лежа. О достижениях гомельских силачей наш следующий сюжет. В тренажерном зале «Дома культуру Випра» рабочая атмосфера. Правда, создают ее исключительно представительницы прекрасной половины. На момент съемок в зале только девушки, не считая само собой инструкторов. Среди них и 28-летний Виктор Коновалов, с недавнего времени мастер спорта международного класса. За широкими плечами атлета годы тренировок, борьба, тайский бокс, карате, а затем 11 лет занятий пауэрлифтингом. На Кубке мира в Курске Виктор выступил по максимуму, улучшив личные рекорды. В результате 805 килограммов железа, которое спортсмен поднял в сумме трех упражнений. Я в такие моменты не волнуюсь просто. Я знаю, что надо делать все. Либо делаешь, либо нет. Когда поднимаешь, тогда я радуюсь. А самый, наверное, момент такой был приятный, стоять на пьедестале и слышать гимн страны своей. Вот это было и приятно, и волнующе. А рекорд, я не знаю, для меня это как для кого-то работа. Это моя жизнь, я это просто делаю. В тяжелом спорте легких путей нет. Каждый подход к штанге весом в несколько сотен килограммов почти сражение. Не обходится и без травм, которые были у Виктора. Один период он как мог тренировался даже с гипсом на руке. Тренер и друг спортсмена уверен в том, что его победа – это закономерность. Я бы сказал, что я просто помогаю талантливому человеку достигнуть своих целей и реализовать себя и свой потенциал полностью. Ему ничего не давалось легко. То есть это результат долговременной, постоянной, напряженной работы, превозмогания где-то себя. Из своих 22 лет шесть Станислав Чех отдал пауэрлифтингу. В его копилке много медалей и кубков, а также звание мастера спорта Республики Беларусь в Троеборье. На Кубке мира в актив добавилась еще одна победа и звание мастера спорта международного класса в жиме лежа. Кстати, именно на этом элементе Троеборье он сейчас и сконцентрировал свои усилия. Станислав не скрывает, в Курске в его весовой категории до 74 килограммов конкуренция была не самая острая. Для победы хватило 155 килограммов, в то же время как на тренировке он без особых усилий жмет 140. А за несколько дней до нашей встречи он вообще установил личный рекорд – 170 килограммов. До конца года в планах участие в нескольких крупных соревнованиях и, возможно, новые рекорды. Ну, в Федерации ВРПЦ рекорд 167, планирую побить его. В дальнейшем планирую выйти на 180. Кстати, Станиславу есть куда расти. Рекорд всех времен в жиме лежа в весовой категории до 74 килограммов, который принадлежит белорусскому атлету Роману Еремашвилем, превышает 230 килограммов. Рекорд Белоруссии был установлен в эти выходные на Зябровской трассе. Там прошел автофестиваль «Жажда скорости-2015». В драк-рейсинге в переднем приводе лучший результат страны показал Владислав Сушко из Барановичей. Его «Хонда Цивик» преодолела полмили за 11,556 секунды. Но и без этого достижения в Зябровке было на что посмотреть. Отличная погода, драйв-гонок и куча развлечений. С годами автодейства на взлетно-посадочной полосе бывшего Зябровского аэродрома стараются не отпускать планку качества. Когда-то с этих полос взлетали самолеты. Сейчас бьют рекорды скорости лучшие гонщики страны. В этот раз посоревноваться можно было сразу в нескольких зачетах. Третий этап чемпионата Республики Беларусь. Второй этап – Кубка 402 Бай. И четвертый этап – Кубка городов. Пятый этап которого состоится, скорее всего, 19 сентября в городе Быхове. Сейчас ведем переговоры, стараемся договориться с властями и провести там этап. Впрочем, гоночная составляющая не единственная в таком мероприятии. Но участники собираются, конечно, прежде всего себя показать и под капот другим заглянуть. Отдельный зачет устроили для тех, кто решил похвастаться степенью оттюнингованности своего авто. Многие успели усовершенствовать свои средства передвижения с начала сезона. Не могли зрители пройти мимо и знаменитого гомельского запорожца. За год этот малыш преобразился. В салоне все поменялось полностью. Подвеска стала лучше. Немного быстрее поехали. Надежнее стало, наверное, машина. Стабильнее. В этот раз в Зябровку съехались три десятка лучших пилотов со всей страны. Баранович, Мозырь, Витебск, Минск. География состязания расширяется с каждым разом. В этом году за рулем гоночных авто были даже две представительницы прекрасного пола. И два представителя Российской Федерации, которые увезли с собой часть призов и подарков. Россияне утверждают, что местная трасса ничуть не хуже московской. Организация на уровне, а ехать в гомель ближе. И на радостях демонстрируют любому желающему начинку своих автомобилей. Это модель Audi RS6 2006 года выпуска. Никакая не в спецверсиях. Это самый обычный стоковый автомобиль. Стоковая мощность данного автомобиля 580 лошадиных сил. 680-720 крутящего момента. Все зависит от стоковой прошивки. Единственное из плюсов этой машины, что тут стоит дополнительная керамическая система торможения. То есть она более эффективная при дополнительных нагрузках. Значит, этот автомобиль стабильно сейчас показывает время 12,6. Показали гости Audi RS6, на котором был побит рекорд мира на дистанции в милю. Понятно, что полюбоваться на такие шедевры отечественного и зарубежного автопрома желающих нашлось достаточно. В этом году рекорды по посещаемости побиты не были, но полторы тысячи зрителей набралось. Тем более для них развлечений было достаточно. Можно было пометать шины или получить мастер-класс от ведущих рестлеров Гомеля. Не хочешь сам выходить на ринг – будь зрителем. А хочешь – почувствуй на себе всю мощь автозвука. 130-150 дБ – лучшие результаты дня. И самое интересное, что некоторые участники по уровню звука не дотянули до победительницы конкурса со зрителями. Крик в 138 дБ. А гонщики хвастались другими достижениями. Итоговая скорость на финише у того же «Запорожца» – порядка 170 км в час. У самых мощных авто до 240. Механики способны сотворить гоночные машины из обычных базовых моделей. Были бы средства. Хотя вот о деньгах гонщики чаще всего говорить отказываются. Деньги тут не главное совершенно. Вообще не главное. Тут главное – желание. И просто все делается постепенно, не за один раз. За один раз – это да-да-да, там деньги. Люди платят и получают быструю машину. А когда делается в течение 5-7 лет, то это несущественные расходы, которые тратятся на машину. Из 10 секунд в этом году в Зябровке никто не выбрался. Но результаты показали неплохие. Главное же достижение – это рекорд Беларуси в переднем приводе. И этого уже достаточно, чтобы фестиваль запомнился надолго. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин